Запуск ракеты-носителя «Союз» навсегда останется в памяти самарских ребят. Девять школьников получили уникальный шанс побывать на космодроме Байконур и стать свидетелями события космического масштаба. Сначала ее хорошо видно, когда она начинает залезать, а потом она уже, когда идет по своей орбите, она начинает все выше и выше, и в конце какая-то маленькая точка, и уже потом ее не видно. Звук очень такой громкий, рок от двигателя, как нам говорили, дрожит земля чуть-чуть даже. Говорят, улетела ракета быстро, всего за полминуты. А вот секунды ожидания перед запуском длились невероятно долго. Время как будто бы застыло. Настолько было сильное ожидание и волнение. Если даже самое малейшее движение было ракетой, то мы сразу замирали и смотрели на нее. Ребята пробыли на космодроме три дня. За это время они успели обойти весь космодром, попробовать настоящую космическую еду и посидеть за штурвалом корабля «Буран». А также познакомиться с Иваном Ивановичем, манекеном, побывавшим в космосе. До Гагарина летали в космос манекены. Иногда бывают такие заметки в газетах. О том, что до Гагарина летали живые люди. Но это были манекены. Вес, рост у них был как у Гагарина. И они узнали, что с ними будет. Это уже вторая группа экспедиций «Звездный десант». Ребята, проявившие особые способности и таланты в техническом творчестве. Первый раз самарские школьники ездили на космодром летом по инициативе городских властей. Сейчас такие экспедиции решили сделать с традицией. Не исключено, что среди вас здесь в будущем Королёвы, Кусеницовы, Гарина, может быть, Школа, Натя. А может быть, просто какие-то очень хорошие, грамотные, талантливые инструктора, инженеры, из которых ни двигателя, ни ракеты, ни вообще ничего создать невозможно. После поездки на космодром многие ребята задумались о том, чтобы связать свою жизнь с небом, звездами и дальними галактиками. Пока перечитывают книги и пересматривают фильмы о космосе и космонавтах. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.